Наша глава называется Ас-Сохаба, глава от подвижников. Во-первых, Ас-Сохабе кто такой? Мандахи ин-Набия, салава ассалам, якагатан, му'минам биги, ва мата аля лислам, ва лаутахалла ла таридда аля ассахи. Такое определение мы давали во время изучения Байхунии, так или нет. Подвижник это тот, который встретил пророка, салава ассалама, будучи в состоянии бодрости, то есть не просто во сне увидел пророка, салава ассалам, будучи верующим в него в это время, то есть во время встречи, и умер после этого на исламе, даже если во время его жизни после этого он вышел из ислама и обратно потом вернулся в ислам. То есть если он совершил вероступничество, а потом обратно вернулся в ислам, все равно название подвижничества остается на нем, по более достоверному мнению. И это определение, с небольшой добавкой, так принадлежит Хабиды ин-Хаджира, как внухасан-Мавар. Говорит он Ас-Сохабе, и мы убеждены, говорит имам Аз-Нагани аль-Махдислиф, то есть самый лучший в этой общине, и самый достойный из мусульман этой общины, ба'да Расуле, салава ассалама, после послания к Аллаху, салава ассалама, саахибу аль-Ахаз, его самый близкий сподвижник, ва'ахугу фил-Ислам и его брат в исламе, вратиху фил-Хиджира, и его последователь, или его кто, как называется, тот, который вместе с ним отправился в хиджру, в Аль-Гар, и тот, который вместе с ним был в пещере Абу-Бакара-Студзих. И это все Абу-Бакар-Студзих. То есть говорит имам Абдузгани аль-Махдислиф, то, что мы имеем убеждение, что самый лучший человек в этой общине, после пророка Мухаммада, салава ассалама, это Абу-Бакар-Студзих, р.е. Аллаху аль-Аху, ва'зиру-Ху-Тихаятихи, и он был его наместником еще при жизни пророка, салава ассалама. То есть, если послание к Аллаху, салава ассалама, суслов, то намаз над мусульманами возглавлял, то или с мусульманами возглавлял именно Абу-Бакар-Студзих. И также это касается Хаджи. То есть, пророк, салава ассалама, в первый раз, послание обязательности Хаджи, не поехал в Хаджи, а принимал делегации. И вместо себя над людьми поставил кого? Поставил Абу-Бакара-Студзих. То есть, это все говорит о том, что послание к Аллаху, салава ассалама, был доволен, чтобы его наместником или управлял мусульманами после него, или вместо него, даже если это в его жизни, был доволен, чтобы этим человеком был Абу-Бакар Ас-Садзит. Говорит у Ахалифа Тугубада в Ас-Атиги. И также Абу-Бакар Ас-Садзит его Ахалиф, то есть его наместник, после смерти пророка Ас-Аллаху Алейхи Ва Салям. И относительно его наместничества есть разногласия, как оно было достигнуто. То есть сам ли пророк Ас-Аллаху Ас-Аллаху указал на то, чтобы он был посланником Ас-Аллаху Алейхи Ва Саляму, то есть тем проявителем правоверных, или же его выбрали потом. И более достоверное мнение, то, что приходит указание пророка Ас-Аллаху Ас-Аллаху на то, чтобы именно он был правительным мусульманом после его смерти. Но это указание неявное, то есть словом, пусть Абу-Бакар будет правительным после меня не таким образом, а приходит в различных контекстах в виде чего? В виде косвенных доводов. То есть то, что он оставил Абу-Бакар вести намаз людьми, то, что когда он потерял сознание и был при смерти, так он приказал, чтобы именно Абу-Бакар возваривал намаз. И когда люди начали приходить и говорить, что Абу-Бакар слишком что мягкий человек, возможно, заплачет намазе и так далее, пророк потом разгневался и видел, что все равно что поставили Абу-Бакара. Однажды поставили над намазом, намаз вести над людьми Умара, и пророк потом сильно на это разгневался и видел поставить Абу-Бакара, а не Умара. То, что он послал его в хач, так или нет? То, что одна из женщин пришла к пророку Халала Асам, сказала, если я приду к тебе в следующий раз, я уже не найду тебя, то есть ты уже умрешь. Кому мне обращаться? Он сказал, обращайся к Абу-Бакару. Слова Абдулла и Ромара, садись и так достоверным о том, что во время жизни пророка Халала Асам мы говорили, что лучшие люди в этой общине это Абу-Бакар, а потом Ромар, а потом Арсман. И пророк Халала Асам знал об этом и не поритал нас за это, так? И на самом деле то, что пророк знал об этом, но нас за это не поритал, эта добавка является слабой. Но мы говорим из основ науки хадисовения, что мы говорили, что есть подвижники что-то делали или имели какие-то убеждения, и это было во времени послания Фур'ана, и если бы это была ошибка, то Фур'ан был бы не способен о том, что это является ошибкой. Поэтому это считается засунувым, и как будто бы это, как будто бы об этом знал посланник Аллах Халала Асам, и подтвердил это. И подобные доводы, то есть их огромное множество, огромное множество этих доводов, даже что сам пророк, когда пришел из одного племени, когда он уехал из Медины, то есть, да, говорит, Медина вышла, чтобы помирить два племени между собой, вернулся, Абубакр возглавлял намат, Абубакр решил отойти назад, так, и пророк, по-моему, указал ему рукой, то, что оставайся на том месте, на котором ты есть, и так далее. То есть все эти доводы указывают на то, что посланник Аллатова Абубакр был доволен, что после него правительным был, кто Абубакр, и разногласия только в этом. Сам ли пророк, по-моему, указал ему, или это что, или Абубакр стал правителем по единогласному мнению мусульман, понятно ли нет? А в том, что он имеет право быть правителем правоверных, больше остальных, в этом не было никаких разногласий вообще ни среди, среди никого, то есть ни один справедливый, никогда в этом не разногласил. И в этом разногласили только те, которые пришли позже из людей на вовведение, из ракетистов, чаритов и подобных, и подобных муксая, а так, людей на вовведение. И правительство правления Абубакра было единогласно подтверждено всеми мусульманами того времени, то есть всеми сподвижниками времен пророка, салаллаху алихи и вассаллаху. Говорит, Абдуллах ибн Усмана, отец ибн Аби-Кухафа. И звали Абубакра Садзета так? Как звали Абубакра Садзета? Абубакр, как его зовут? Абдулла, так? Абубакр это его хунья, так или нет? То есть не его имя. И это удивительно, потому что многие люди, когда их спрашивают, как зовут Абубакр, не знают, как зовут Абубакр. Звали его так? Абдуллах ибн Усман. Абдуллах ибн Усман, вольнооткучник ибн Аби-Кухафы. Говорит, Сумма Ба'дагу, а потом мы имеем убеждение, что после этого лучшим человеком в этой общине является Аль-Харух, то есть Харух, кто разделяющий между истинами ложью Абу-Хаф, Умр ибн Хаттаб. Человек по имени Абу-Хаф, Умр ибн Хаттаб, второй правитель правоверных. Именно на нем закрепилось это что? Это Сляхаттак, это прозвище, то есть правитель правоверных. До этого Абдуллах ибн Хаттаб так не называли. Аль-Лави Аззаллах ибн Хазгараддин, посредством которого Всевышний возвеличил и выявил эту религию. И Абу-Хафтаб, если я запишите, принял Ислам в шестом году. В шестом году после послания, после того, как пророк стал пророком Сан-Лава-Сана, то есть не после хижины, в шестом году, а в шестом году после пророчества. То есть через шесть лет после того, как пророк Сан-Лава-Сана стал пророком. Что касается той истории, то что Умар ибн Хаттаб и Хамза, когда приняли Ислам, и они пришли в дом Ибн-Архама, и то, что Умар ибн Хаттаб сказал, «Разве мы не наистине? И разве Хурайшита не на лжи?» и так далее. И пророк Сан-Лава-Сана это подтвердил. И Умар возглавил один ряд мусульман, а Хамза возглавил второй ряд мусульман, и они двумя рядами вышли к Абе, и потом прочитали там намаз, как бы явно перед мусульками, и никто им не смог ничего сказать, потому что Умар и Хаттаб и Хамза были очень влиятельны в Сиде Курайшита, потому что все это, что история ложная, недостоверная. Исна здесь Хаттаб ибн Абифарова, так, матруб. То есть эта история недостоверная. И сегодня те, которые призывают к демонстрациям, используют это, как один из доводов. Говорят, Умар и Хаттаб и Хамза, два одних самых великих подвижников пророка Сан-Лава-Сана, возглавили демонстрацию против Курайшитов и вышли на Курайшитов так или нет. И пророк Сан-Лава-Сана ничего им не сказал, более того, сам участвовал и тому подобное, что, который не имеет под собой никакой основы. Исна от этого сообщения очень слабый. Дальше поехали. Говорит Уммабада Узун-Нурейн. А после Умара и Хаттаба лучшим человеком в этой общине является обладатель двух светочей Абу Абдилля. Человек по прозвищу Абу Абдилля, по прозвищу, вернее, по прозвищу, что по куни Абу Абдилля, Русман ибн Ахтан, Ради Аллаху. То есть Русман ибн Ахтан является третьим лучшим человеком в этой общине. Аль-Лази Джамал Кур'ан, он тот, который собрал Кур'ан, то есть единый свиток, вазгарал Азал-Аляхстан и распространил по всему миру, так или по всему своему халифату справедливость и благо, справедливость и благо. Что значит обладатель двух светочей? То есть был женат на двух, был женат на двух дочерях пророков Абдилля Абдилля. Как же быть тем, что нельзя на двух сестрах жениться? Нельзя жениться на двух сестрах одновременно, так? А одна за другой это делать разрешают. Как звали этих двух дочерей пророков Абдилля? Рухая и? Не рухая только, рухая. Рухая это что? Рухая это заклинание, так или нет? Бывает оно узаконено, бывает неузаконено. Если в нем есть слова многобожие, то неузаконено. Или непонятные слова тогда. Рухая и? Абдилля Абдилля. Абдилля Абдилля. Абдилля Абдилля была женой Али имена Витальевна. И если ты не знаешь этого, находясь за матерью, когда вокруг он сидит, если попадет когда-нибудь в плен, тебя сразу казнят. И ты скажешь, что Абдилля Абдилля была женой Абдилля Абдилля. Или перепутаешь Али с Мауи, и тоже могут сразу казнить. Как звали? Первая Рухая, вторая Ум-Кульсум. Ум-Кульсум, так? Дальше. Сумма ибн Амми, Расули, салаллаху ассаляма. После Усмана, ради Аллаху, лучшим человеком в этой общине является сын дяди посланника Аллаху, салаллаху ассаляма, у Ахатану, а также его зять. Хатан это кто? Тот, который женат на дочери, как человека. Это является зятем человека. Али ибн Абдилля. Али ибн Абдилля. То есть, кто такой дядя посланник Аллаху, сыном которого он являлся? Абуталиб, ради Аллаху. Ридуан Уллай Алейн. Да будет доволен всеми имя Всевышний Аллах. Фауля, худафа, рашидун. Более того, даже неправильно переводить Ридуан Уллай Алейн, да будет доволен имя Аллах. Правильно будет говорить, остался доволен имя Аллах. То есть, как говорят обладатели знаний, что когда касается подвижников, то слово ради Аллаху ангум идет как хабар, а не как дуа. То есть, идет как сообщение о том, что Всевышний остался доволен с подвижниками. А когда говорится про какого-то другого человека, кроме с подвижников, то разъяллаху ангум означает да будет доволен им Аллах. То есть, как мольба, так за него. Сау ля аль худафа, рашидун. Эти четверо великих человека так были правильными халифами. Аль аимма, аль махдиюн и имамами, которые направляли людей к правильному пути. И что касается Алибна Абиталиба, то он погиб шахидом в сороковом году. Погиб шахидом в сороковом году. Русман ибн Абсан тоже его убили. Его тоже убили. И Умра ибн Хаттаба тоже убили во время покушения на него. Во время покушения на него. Сумма ситта аль-бакун мин аль-ашара. После этих четырех правильных халифов идут остальные шестеро из десяти. Остальные шестеро из десяти. Есть у тебя запечитель стихотворения, которые нужно будет вручить. В которых собраны имена всех дистилет, которых посланник Аллаха обрадовал Раим. Говорит лилмус-са хайра сахбин хайра сахбин точнее лилмус-са хайра сахбин насса ан-нагуму лилмус-са хайра сахбин насса ан-нагуму то есть у посланника Аллаха есть лучшие сподвижники относительно которых он сказал То есть они будут в раю вечным, как об этом заследили посланник Аллах, и это добавило им почета. И нужно записать, что все эти 10 человек были из Хурайшитов, все они были из Хурайшитов, и все они были мухаджирами, все они были из мухаджирун, так и из мухаджиров, и никто из них не был из ансаров. Так вот говорит имам Абдул-Ганья, который сказал, что кто-то кияет 10 человек, Салиха ибн Убайдиллах, Зубейр ибн Аллах, Саакиб ибн Абби Ваккаф, Саид ибн Зайд ибн Амри 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 ибн Амри. Сириды, Саакиб ибн Амри ибн Амри ибн Амф, ибн Убайд ибн Ам Hasid ибн Ам Ба ваккаф. Говорит, «Эти десять человек были благородными, праведными. Относительно которых засвидетельств послания Николая, что они будут в раю, это хадиси кого? Хадис приходит у имама Ахмада, а также у имама Абу-Дауда, имама Ахмада и имама Абу-Дауда, и имама Насаев-Иль-Кубра, и у Ибну-Маджи». Запишите это все, Абу-Дауд, чтобы ты знал, когда тебя спросят, где у тебя довод на то, что 10 человек из них, и они будут в раю, чтобы ты знал, что этот хадис приводится у имама Ахмада, у Абу-Дауда, у имама Насаев-Иль-Кубра, то есть в Кубра, не в его сборнике Мал, а в Кубра, и также у Ибну-Маджи, со слов Саиды ибну Зейда ибну Амр ибну Саиля, то есть одного из этих десятерых. Так или нет, один из этих десятерых, Саид ибну Амр ибну, точнее Саид ибну Зейд ибну Амр ибну Саиль, рассказал этот хадис от посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассаляма. Дальше. «За нашаду лагумбиха камашейда лагумбиха». И мы свидетельствуем за них, то есть за этих десятерых, так же, как засвидетельствовал за них сам посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассаляма. «Итибаан ли каули вам тисален ли Амрии». Следуя за его словом и выполняя его приказ. «Ва качейда Расулу Аллах ли сабит ибну Каис, ибну Шаммасу». И так же посланник Аллаха свидетельствовал за сабит ибну Каис ибну Шаммаса о том, что он будет одним из обитателей рая, то есть он один из обитателей рая. «Тогда был у них хос маят, я ибну Амр, ибну Амр, ибну Амр, ибну Амр, ибну Амр, ибну Шаммасу». «О вы, которые вернули, не поднимайте ваши голоса выше голоса пророка». Он закрылся у себя дома и сказал, что я стал лицемером, и все мои дела стали честными. Потому что все знают, что я самый высокий голос из вас. Я всегда поднимаю голос выше голоса пророка Харала Сана. И перестал даже ходить на намаз и так далее. И тогда пророк, когда его потерял, сказал, где? То сабит ибну Каис ибну Шаммаса сказали, он говорит, что он стал неверующим. И он стоит, что он один из обитателей огня. И пророк, встал, сказал, «бальгу амин ахмин джанна». «Нет, он из обитателей рая». А также Абдулла ибн Салам, а также Беляля ибн Рабах, так или нет, Беляля ибн Рабах засвидел, что он слышал штук сандалий Беляля ибн Рабаха в раю. «У али джама амин арвежалю амин ахмин ахабии». А также еще целой группе из мужчин и женщин, из его стадричников. Пророк, встал, засвидел, что они будут в раю. «Лабашара Хадиджа, бибейтин мим Касар». А также обрадовал Хадиджу, что ей будет дом и спасаба. Касар – это полая жемчужина, то есть огромная жемчужина, которая внутри полая, в ней можно жить в виде дома. «Ла асахаба фиги ва ла анасаб». Которым не будет ни шума, ни тяжести, то есть не будет ни шума, ни трудностей. А также сообщил, что он видел женщину, которую зовут Румаиса, бибейтин мим Касар, в раю. Также засвидел, что за кого? За Хасма Хасейна, сказал, что они будут двумя предварительными молодежью в раю. Также засвидел, что за кого? За Укашу, то, что он зайдет в рай без расчета и тому подобное. Говорит, «Факулиман шагида лау, расунула бибейтин мим Касар, шагида лау». Каждому, кому засвидеть посланник Алла, что он будет в раю, мы за него об этом свидетельствуем. «Фуаля нашаду лаахадин гайрихим». И больше ни за кого, кроме них, не свидетельствуем об этом. «Баль наржу лил мухкин». Но надеемся за того, кто был благим человеком так, что он попадет в рай. «Фуна хаафу аля муси». Не боимся за того, кто был брудным человеком, что он попадет в огонь. «Фуна кирю айл манхан и ла хаалихиим». И оставляем знания о своих творениях кому? Творцу. Оставляем знания о творениях Творцу. То есть он только знает об остальных людях, из мусульман, кто будет в раю, а кто будет в аду. «Фальзам рахима каллах». Поэтому держись за помилу тебя, Аллах. «Маза карту ла камень китабе, Раббикал Азиз». То, что я упомянул тебе из книги твоего великого Господа. «Вакалам набии Калькарим» и из слов твоего благородного пророка. «Салаллах саламу аля тахидану». И не отступай от этих слов. «Валата бзажин худа фигейлии». И не ищи прямого пути в чем-либо ином. «Валата астар бизахарих аль муфсилин». И не обольщайся украшениями тех, которые призывают с нововведением. «Ваара аль мутакаллифиль». И разных мнений. Также остерегайся. То есть не ставь мнение людей, кем бы они ни были, перед доводами с Кураной и Сунны. «Фэн наружзавал гуда». Потому что прямой путь и правильное направление. «Вальфауз вариза». И победа, и довольство Всевышнего. «Сима джаан мин андилляхи варатулии». В том, что пришло от одного Аллаха и его посланника. «Ля фима ахдаса валь махдисун». А не в том, что придумали и что ввели в эту религию из нововведений. Нововведенцы. «Ваатаби аль мутанатфирон. Мин арайхим аль мудмахилля». И также пришли с этим аль мутанатфирон. То есть который слишком усложняет религию себе и людям. То есть без довода так. И своих мнений. Видишь, и своих мнений, то есть без довода. То есть неправильно используются эти слова. Имам Абдулгани аль-Махдиси. Говорят, что любой, кто приходит с доводом, в нем есть некая сложность для мусульман. Говорят, видишь, ты из тех, которые осложняют религию мусульманам. Нет, имеется в виду осложнять без довода. Просто исходя из своих мнений. Говорит аль мутмахилля. Мутмахилля, то есть исчезнувшие и пропавшие мнения. И не слушай слов тех, которые пришли к тебе с выводами своего дурного разума. И оставайся довольным книгой Аллах и Сумного Посланника. То есть ставя их вперед перед каждым словом всякого говорящего. И перед каждым украшением и перед каждой ложью. И здесь нужно два вопроса быстренько еще что-то дописать у себя относительно подвижников. Первый вопрос. То, что во времена табиринов, во времена табиринов произошло разногласие относительно того, кто более благородный из подвижников. Русман или Али. То есть о том, что Алубакри и Омар более благородные, чем Русман именно Али, это единогласно. И произошло разногласие, кто благороднее, Русман благороднее, чем Али, или наоборот Али, чем Русман. То есть подавляющее большинство сподвижников и последователей считали, что благороднее Али, точнее благороднее Асман, чем Али. Но некоторые из жителей Куфы предпочитали Асмана над Али и говорили то, что Асман более благороднее, чем Али. Но после этого, через некоторое время, образовалось единогласное мнение всех привереков Сунны на то, что Асман более благородный сподвижник, чем Али. Был выше по положению, более благородный, чем Али. Записали это? А что касается того, кто больше заслуживает правления, Асман или Али, то относительно этого никогда не было никаких разногласий, что Асман больше заслуживал правления, чем Али. Значит, что разногласие было только относительно чего? И то это разногласие было, что таким редким было разногласием, то есть не таким серьезным разногласием, было разногласием только относительно того, кто благороднее, Асман или Али. А что касается того, кто заслуживает правления над мусульманами, Асман или Али, то относительно этого не было никогда никаких разногласий. И про тех, которые считали, что Усман лучше, чем Али в чем-либо, то есть Али лучше, чем Усман, про таких уже в книгах Паджахта Адель, то есть в книгах-противедачах говорят, как Лока Афитта Шайо, или Каны Эта Шайя, то есть попал в шиизм, или у него были взгляды шиитов, понятно, да, то есть это то, что называется шиизмом в те времена. Что касается сегодняшних шиитов, что когда говорят шиизм, так или шиит, не имеет в виду, что просто человек считает, что Усман лучше, чем Али, считает уже, что человек полный, у него есть полный набор шиитских убеждений, этот человек называется шиитом. И следующий, последний вопрос, какое постановление относить на оскорбление с подвижников? Если кто-то порицает или оскорбляет или ругает с подвижников, какое постановление относить на него у приверненства сунной единой общины? Первое, что нужно записать, если человек порицает или оскорбляет всех подвижников или их большинство, если человек порицает всех подвижников или большинство их, или тем более относительно всех их или относительно большинства, и говорят то, что они умерли на неверии или стали вероступниками, вышли из ислама, то есть делает таксир большинству с подвижников или всем им, тот, который так делает, то он является кафир Куфран Акбар, он является неверующим, большим неверим, тот является неверующим, большим неверим. Если кто-то оскорбляет всех подвижников или их большинство, или называет их неверующими, или грешниками и тому подобное, тот человек кафир является неверующим, потому что он отвергает Кур'ан, где Всевышний сказал, И те, которые последовали за ними наилучшим образом, разъя Аллах ангум, Аллах остался доволен ими. То есть получается, что если он говорит, что большинство их неверующих или оскорбляет их, значит Аллах недоволен ими, соответственно, он этим сам называет ложью Кур'ан, поэтому является неверующим исходя из этого. И второе, если человек оскорбил часть подвижников или кого-либо из них, или некоторых из них, что это означает? Первое, если он оскорбил их, имея убеждение какое-то относительно этого подвижника, то есть, например, оскорбил Русмана или оскорбил Али, радья Аллахангу, считая, что Али был неправ, например, какой-то из своих битв, или оскорбил Муау, или Тальха, или кого? Аишу, радья Аллахангу, то, что они были неправы в каких-то вопросах, то этот человек является тем, Мунхариф, то есть, отошедшим от правильного пути, но не является кафером, отошедшим от правильного пути и совершившим один из больших грехов, но не является вероотступником. То есть, если считать, у него есть акида, относительно того, что какой-то человек по каком-то вопросе ошибки из подвижников, и из-за этого оскорбил этого подвижника, то есть, человек Мунхариф, но не является неверующим. Если же он оторвляет кого-либо из сподвижников, то есть из ненависти к нему, или из зависти к нему, то есть он завидует ему или ненавидит его, хотя бы одного сподвижника, то этот человек является неверующим большим неверием. Большим неверием, потому что Всевышний сказал про сподвижников, то есть сподвижники это те, которые, не Всевышний Аллах, вызывают гнев неверующих. То есть Всевышний назвал того, у кого сподвижники вызывают гнев, он назвал его как? Сказал, это человек кафер, это человек неверный, так или нет? То есть Всевышний выбил сподвижников на лицо этой земли, для того, чтобы вызвать ими гнев неверующих. И поэтому, если кто-то оторвляет сподвижника на основе гнева к нему, или на основе зависти к нему, или неприязни к нему, тот является неверующим большим неверимом. Это что касалось постановления, что откорбление служит. Продолжение следует...